Всем привет! С вами я, СМЗ. Это спецрубрика Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, город Москва. Ну, сами посмотрите. Никаких вообще развлечений, таких вольных, таких нет. А почему? Так еще футбольный мундиаль еще не начался. На футбольном мундиале остается около недели, но еще до старта Чемпионата мира есть огромное количество вот этих объектов, которые как раз повествуют о грядущем футбольном мундиале в 2018 году в России. Ну, сейчас поднимаюсь по цену перехода, и сейчас я как раз оказываюсь в парке Горького. Ну, уже здесь вывесены уже флаги, как раз посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года. И вот сейчас символ Чемпионата мира – это волк Забивака. А вот он, волк Забивака. Именно этот волк будет представлять символ Чемпионата мира по футболу 2018 года. Ну, здесь можно сделать селфи. Ну, я сейчас иду к Кубку Чемпионата мира по футболу. Находится как раз в парке Горького на Пушкинской набережной. Вообще, об Чемпионате мира я узнал только в 2010 году, когда проводился футбольный мундиаль в ЮАР, Южноафриканская республика. Запомнил, и с 2010 года очень долгий матч, финал Испании-Аргентина, если я помню. И там на 120, на 115, на 116 мунди забил Андреас Инъеста. Ну, а в 2014 год запомнил меня одним разгромнейшим матчем. Это полуфинал в матче Германия-Бразилия. Германия просто потрепала. Это мягко скажем, потому что это было совершенно по-другому. Со счетом 7-1. Страна просто рыдала о том, что не смогли пробиться в полуфинал, не в полуфинал, в финал Чемпионата мира. Пока иду к кубку Чемпионата мира по футболу, вообще об этой кубке можно рассказать многое. Высота его, как температура тела человека, 36,6 сантиметров. Весит он чуть больше 6 килограмм. В состав кубок покрыт малахитом и несколькими десятками каратов золота. Притаргиваться могут только представители из ФИФА и победители команд, прошедших в футбольных мундиале. Мы сейчас как раз подойдем, кубок Чемпионата мира хранится под буни непробиваемым стеклом. Но были истории, когда кубок, его воровали, и там произошло еще недоразумение. Например, с тем, что у него что-то отломилось, когда какой-то игрок, одну из команд, уронил его, и, к сожалению, там какой-то осколок отлетел. Реставрация занималась... Реставрация занимала два дня. Так, ну что, мы подошли к тому самому месту. Это вот как раз есть это Пушкинская набережная. Ну и вот, чтобы начинать, чтобы посмотреть кубок Чемпионата мира по футболу. 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 чемпионата мира по футболу. А вот Большой как раз представлен сам настоящий кубок чемпионата мира. Да, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok